Воспоминание моего счета 20,5 года он трудился очень много раньше положенного срока. В результате этого было поражение головного мозга, обширное. И на сегодняшний день ставят диагноз НСП. Воспоминание моего счета не сидит, не переворачивается. И есть еще трофея зрительного нерва. За работу мы уже много где были. Я и лечу, и реабилитация, и логусь. Но что еще наследство? Вам надо найти какую-нибудь крупную елку, ель. И этот ребенок должен рядом с этим деревом находиться по 35 минут в день. Прямо вот, нет, вот надо, надо прям возить к этому дереву ребенка и сажать его рядом с ним, чтобы он сидел рядом с деревом. Ну, одевать, соответственно, чтобы он не простыл там и так далее. И вот, если вы вот таких вот порядка 30 сеансов сделаете довольно часто, может быть не каждый день, но почти каждый день, то у ребенка начнутся серьезные изменения в лучшую сторону в организме. У ребенка скопилась определенная энергия в организме, напряжение такого внутреннего. Это напряжение убирается или крупным животным, но больше всего корова подходит. Или деревом. Ну, то есть, в данном случае больше всего елка подходит, а из животных больше всего коровы. А? Нет. Дельфины плавают, а надо, чтобы корова лежала, сидела, животное должно не двигаться. И ребенок сидит рядом с ним, и он наполняется определенной энергией, которая убирает напряжение вот это. Ну, то есть, все виды лечения помогут только, когда напряжение уйдет. Нужна живая энергия для этого, живого объекта, понимаете? Постарайтесь до наступления холодов с деревом разобраться, а с коровой можно в любое время года.